добрый день уважаемые зрители рбк в эфире я сергей беседе на мой блог о бизнесе в эпоху турбулентности сегодня я хотел бы поговорить о смене тренда для релокации то есть большинство стран которые казались естественным выбором там еще полгода год назад и полтора для смены места проживания для диверсификации так скажем интересов они уже не являются таковыми можно в качестве примера привести допустим ту же хрестоматийную турцию да то есть 16 октября они резко подняли условия для получения внж то есть нижняя планка была 75 тысяч долларов при покупке жилья сейчас это 200 тысяч долларов ну естественно турция резко перестает быть интересной как для релокации так и для инвестиции на самом деле наверное на этом фоне выигрывает их сосед северный кипр с тем же самым климатом с темы же самыми погодными условиями которые находятся на том же сам средиземном море но не предъявляет таких вот завышенных требований второе это кыргызстан который вот сейчас отменил все виза раны все прочее да и разрешает сейчас россиянам без рвп или внж находиться всего 90 дней в году кыргызстан это далеко не земля обетованная то есть эта страна достаточно отстала инфраструктурой может быть там лет через 15-20 будет хорошо но пока скажем так россияне туда ехали больше от безвыходности в армении она тоже выпадает из этой обоймы связи с тем что ситуация там геополитически очень нестабильная бы не советовал туда ехать тем более делать эту страну на центром жизненных интересов и плюс добавим информацию о том что ее соседка грузия так скажем президент грузии сломи азурбишвили недавно несколько дней назад тоже сказала что россиян стало в грузии слишком много пора их выдворять чуть ли не пора конфисковывать их недвижимость которую они купили там накровно естественно вот при таких геополитических рисках мы веда групп не рекомендуем туда ехать что же остается у нас в сухом остатке остается как ни странно более цивилизованные страны не из 2 3 эшелона из 1 например вот испания замечательная страна которая сегодня дает основание для внж ну сразу по пяти или шестим пунктам например есть такое основание как получение бизнес виза через стартап замечательная программа работает то есть 87 процентов заявителей в прошлом году получили стартаповскую визу несмотря там на свое происхождение несмотря на какие-то геополитические игры санкции и так далее также достаточно хорошо дает внж франция мы в этом помогаем дает внж венгрия греция многие другие страны которые но все-таки более цивилизованные на мой взгляд чем киргызстан или армения обращайтесь к нам веда групп мы помогаем как с видами на жительство так сразу со вторым гражданством у нас около 15 вариантов второго гражданства и наверное больше 30 вариантов видов на жительство включая самые экзотические направления и помните что любая эпоха перемена это в то же время эпоха возможностей до встречи а